День с толком День с толком Последний и главный день голосования подходит к концу. Чуть меньше часа у вас осталось для того, чтобы принять участие в процессе одобрения поправок в Конституцию России. Коротко напомним, о чем эти 206 поправок. Значительную часть из них составил президентский блок. Занимать этот пост в России после одобрения поправок можно будет только два раза. Слово подряд убрали. Так что рекорд нынешнего лидера государства вряд ли кто-то сможет побить. В той же 81 статье говорится, что новое правило относится и к Путину, но без учета действующего и трех предыдущих сроков. Это и называется обнулением. Напомним, меру предложила Валентина Терешкова за обсуждением закона в Госдуме. Если этого потребует ситуация и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией. Кроме того, ужесточились требования для новых кандидатов в президенты. Теперь они должны проживать в России не менее 25 лет. Раньше было 10. Также они не должны держать счета и вклады в иностранных банках. Теперь у президента расширяются полномочия в управлении составом правительства и конституционным судом. Также экс-президент получит право стать сенатором Совета Федерации пожизненно и полную неприкосновенность. Есть и ряд других поправок. Какие-то из них даже ограничат полномочия президента. К примеру, кандидатуру премьер-министра будет утверждать Госдума. Госдума же сможет выдвигать обвинения в адрес экс-президента, чтобы лишить его неприкосновенности. Другие поправки сокращают количество членов Конституционного суда с 19 до 11. Кстати, предложенные изменения лишают их права иметь иностранные счета и вклады. Также этого права лишаются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, судьи Верховного суда и главы субъектов Федерации. Также новые поправки объединяют органы местного самоправления и органы государственной власти в единую систему публичной власти. Объявляют Россию правоприемником СССР. Закрепляют недопущение, цитата, умаление значения подвига народа при защите Отечества. Многие отмечают значимость и социального блока в новой Конституции. Саму организацию воли изъявления часть экспертов признает легитимной. На одном из участков для голосования мы пообщались с алтайским политологом Константином Лукиным. Он рассказал о нарушениях и об уникальном коридоре времени для голосования. Напомним, высказать свое мнение россияне могли в течение недели. Такое на избирательной процедуре в России вообще впервые. Более чем удачный вариант на самом деле. Все-таки очень много удобства для тех, кто работает, не может, не хочет отвлекаться. Ну и при этом эксперимент с электронным голосованием в Москве и Нижнем Новгороде показал и большой интерес к таким процедурам. И то, что там на самом деле открытость, прозрачность и легитимность процедуры. И главное удобство для жителей. Каких-то особых больших нарушений не было. Вот то, что уходило все жалобы на сайт ЦИК, они касались каких-то там мелких процедурных вещей. А почему голосуют на улице? А почему как бы это самое? Точно не было какого-то большого, вот как отметил спикер в ЗАГСобрании, да? Не было какого-то большого там давления. Вот нет потоков людей, которых бы заставляли голосовать. Новинка этого избирательного процесса – голосование на дому. Невеяние моды – скорее вопрос жизни. В Крае получили более тысячи заявок, в основном от пожилых людей. К такому формату пришлось подключиться и к губернатору Виктору Томенко, который сейчас тоже на самоизоляции. Никита Ермаков расскажет, как отдают свой голос в домашних условиях. Евгения в шоке. Еще бы. Сегодня к ней целая делегация. Мать трех детей решила в этом году голосовать на дому и такого внимания не ожидала. Говорит, наоборот, хотела видеть как можно меньше людей. Хотелось бы по минимуму свести общение в массовом выступлении людей. Спасибо большое за внимание. На кадетной семье пошли на уступ и позволили проголосовать на дому. Поэтому такое внимание. Кстати, сама процедура голосования на дому не из простых. Много мелочей, которые соблюсти жизненно необходимо. Ящик для голосования и ручки обрабатывают антисептиком. Голосующий выходит, показывает свой паспорт, берет бюллетень и идет домой. Ну, тайное голосование все-таки. После чего возвращается и опускает листок бюллетень. Вот и все голосование. За неделю досрочного голосования избирательная комиссия успела так отработать почти полтора десятка заявок. В масштабе Барнаула желающих отдать свой голос немного, но зато те, кто это попробовал, говорят так удобнее и проще, а главное – безопаснее. По словам участников избирательной комиссии, о мерах защиты во время голосования думают уже не только пенсионеры, но и многодетные мамы, и беременные женщины. Раньше мы выезжали на голосование вне помещения, а только для людей, которые не могут самостоятельно прийти в помещение проголосовать. Средства защиты, я думаю, какой нам ковид не страшен с такими средствами. Единственное, что, конечно, жарко, потому что видели погоду. 30 у нас было с хвостиком, немножко бы похолоднее, и все супер. Тогда вообще прекрасно было бы все. Да, все хорошо. Избирательная комиссия приезжает в любое удобное время, а заявку оставляли обычным телефонным звонком. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком. По данным на 3 часа дня, явка жителей Алтайского края составила 47%. Это 816 тысяч человек. Пока уверенно говорить о популярности этого голосования у той или иной возрастной группы рано. Но вот что удалось определить исследователям за эти дни. Возраст основной части избирателей в крае составил 40 лет и старше. Хотя в соцсетях молодежь была куда активнее в обсуждении поправок. Исследователи определили, что большинство голосов за отдадут пожилые. Что касается остальных возрастных групп, то там за и против распределились почти поровну с небольшим перевесом положительного ответа. Что ж, проверим эти данные уже скоро. А наш следующий материал, точнее интервью с человеком, который аполитичным себя не считает, но в политику не рвется. Хотя он и полный тезка нашего президента. Местному Владимиру Путину 22 года. В данный момент он готовится к защите диплома в Алтайской академии культуры и искусств. Родом из Горного Алтая. Там сейчас и находится. Моя коллега Татьяна Голубева пообщалась с ним по скайпу. Здравствуйте, Владимир. Первый раз я общаюсь с Владимиром Путиным. Немножко даже волновалась. Но на самом деле вы, мне кажется, такой достаточно симпатичный молодой человек. А вообще вот в каком возрасте вы осознали, что у вас необычное имя и фамилия? Ну, если я сам осознал, то, наверное, класса с первого, может быть, примерно. Хотя мама уверяет, что еще в садике я лез в драку, если кто-то назвал меня президентом. Я думаю, что это оскорбление. А почему родители вас назвали Владимиром? Зназнали же, какая фамилия, какое отчество. Это намеренно было сделано? Нет, тогда президентом Путина еще не было два года. Меня так назвали в честь отца. Отца также зовут Путина Владимир Владимирович. Тот факт, что вы полный тезка нашего президента, он в жизни вашей вообще помогает больше или мешает? Да я бы не сказал, что мешает, если не считать того, что мне там, например, ВКонтакте пишут, в Инстаграме. Ну, я уже говорил это много раз, что пишут и оскорбления, и угрозы, шутки разные, шутят и так далее. Мне лично он не мешает. То есть не было такого, что, например, меня кто-то, к примеру, избил или куда-то не пустил за того, что я Путин. Но вы представитель у нас молодого поколения российского. Хотела узнать у вас, как этому молодому поколению у нас в России живется? Ну, что-то хотелось бы поменять, может быть, вам в современной России сейчас? То есть мне не нравятся многие, например, законы. Мне не нравится то, что сейчас, вот конкретно сегодня, вносятся поправки в Конституцию. А скажите, пожалуйста, вот какие-то курьезные случаи с вами случались в связи с тем, что вы Владимир Владимирович Путин? Да, конечно. Ну, например, какой-то такой вот самый яркий запоминающийся, который был? Я был в 2010 году в городе Берцк в лагере юбилейный, и вожатые меня не хотели записывать, пока я не скажу свое настоящее имя. А мне тогда было 12 лет, паспорта у меня не было, они не верили, что меня так зовут. Меня, так скажем, спасло то, что мама с собой мне оставила листочек, на котором были указаны мои инициалы, там, Путин, ВВ и список предметов. Только когда я его показал, тогда мне сказали, ладно, мы тебе так запишем. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели своего сына назвать Владимиром, так сказать, продолжить традицию семейную? Отцом это решили еще очень много лет назад. То есть это будет традицией. Мне очень нравится это имя, Владимир. Понятно. Спасибо вам большое. Вернемся к голосованию. Одним из первых, кто принял в нем участие, стал председатель Краевого Заксобрания Александр Романенко. Руководитель законодательной власти региона отметил, что впервые за 27 лет в основной закон государства внесены конструктивные, принципиальные и емкие изменения. В поправках учтены все аспекты не только жизни граждан, но и государственной целостности и разграничения полномочий. Я для примера приведу наш регион аграрный. И когда мы видим, что впервые предметом совместного ведения государства и субъекта Российской Федерации включается сельское хозяйство, это, конечно, говорит о том, что нашему региону в том числе будет предаваться и с принятием поправок еще более весомое внимание и экономическое состояние, благосостояние наших жителей только будет расти. Спикер Краевого Парламента проголосовал и за город трудовой доблести. Пояснил, что ему по душе Робцовск. Этот город много сделал для фронта. Но сегодня он отдал предпочтение Барнаулу, как столице региона, которая отправила на фронт 600 тысяч бойцов и обеспечивала надежный тыл страны. Но среди жителей края есть и другие мнения. Вот что говорят историки и общественники в день голосования по поправкам в Конституцию. Я считаю, что абсолютное большинство того, что предлагается нам поменять, уже есть в федеральных законах, в других законодательных актах. Поэтому принципиальных изменений сегодня не будет, не произойдет и завтра новая эпоха не начнется. Конечно, 1 июля 2020 года, безусловно, войдет в политическую историю России. Безусловно. Но это, конечно, не будет что-то такое, как 12 декабря 1993 года, как новая Конституция. Все-таки это не новая Конституция. В жизни я не думаю, что она улучшится, потому что экономический кризис продолжается. Он не связан ни с Конституцией, ни с этим, а с той политикой, которая проводится. А политика, здрасте, она характеризуется тем, что в этой Конституции усиливается монополия власти президента. И, по сути дела, мы и сейчас живем при такой монополии, при ручном управлении. А ручное управление – это не современное. Впрочем, другие эксперты полагают, что поправки в главном документе страны – это фундамент для стабильности, а не для радикальных изменений. Например, директор юридического института АГУ уверен, что изменения – это попытка вернуться к традиционным началам русской государственности и культуры. Это, скорее, наверное, попытка сохранить те устои, которые нам позволяют выживать в любых критических сутках. Кстати, об этом президент нередко говорит. Это сохранение России, да, как культуры и цивилизации. Настала пора отнестись по-другому к подбору элиты в стране и налаживанию таких механизмов, процедур работы органов публичной власти, которые бы позволили как раз улучшить жизнь каждого человека. Теперь о пандемии. Сразу пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки. У четырех зафиксирован коронавирус. Общее число заболевших в регионе перевалило за 4 тысячи, выздоровело почти три. На избирательных участках сегодня тщательно пытались снизить риск распространения инфекции. Следили за этим даже независимые общественные наблюдатели. Валентина Аскерова это утро встретила на избирательном участке в Барнауле. Вместо чая и булочек в этом году термометр, антисептик, медицинская маска. В единый день голосования усилен режим безопасности. Бюллетень передают в перчатках в защитном экране. Тайну голосования избиратели несут за символическую ширму. Они в разы меньше, чем обычно, все бесконтактно. 10 секунд и голос по поправкам в Конституцию летит в КАИП. Особого ажиотажа на избирательном участке в первой школе пока нет. Очередей, соответственно, тоже. Люди приходят, отдают свой голос и сразу уходят. Остальная масса голосующих – это люди в возрасте молодежи, пока не проснулась. Колоритный мужчина в шляпе Николай Васильевич. Ему 72 года. Голосует всегда. И этот день не исключение. Говорит, некоторые поправки вызывают сомнения, но в целом одобряет. Мне, как пенсионеру, импонирует то, что будут не как один раз пенсии, а то, что Путин по этому поводу сказал, что не обязательно один раз. Мы можем и несколько раз проиндексировать нашу пенсию. К полудню молодежь просыпается, голосующих больше. У меня позиция такая, ну, как скажем, противная, как Баба-Яга, потому что я считаю, что основная, как бы не маскировали под какими-то хорошими инициативами основной посыл, все-таки в нашей стране должна быть сменяемость власти. И, ну, если хотите что-то хорошее сделать, просто делайте это. Не обязательно это вносить в Конституцию. В Барнауле открыто почти 270 избирательных участков. В целом люди голосуют уже седьмой день. Но именно сегодня на избирательных участках отмечается пик. Сейчас проголосовало уже 90 человек. Это очень оживленно. По сравнению с предыдущими днями, это большая уже явка. Но надо сказать, что у нас и на вчерашний день за весь период досрочного голосования проголосовало на 1177 человек, что составляет 37% от всего избирательного участка. Нарушений здесь за день не зафиксировали. По словам общественного наблюдателя, сегодня на его плечи легла еще одна функция. Соблюдение правил безопасности, то есть в связи с ситуацией в стране, в связи с эпидемией коронавируса, это перчаточно-масочный режим и дезинфекция всех приходящих. Потому что это безопасность всех нас в первую очередь. Здоровье – это всегда главное. Ну и, конечно, следить за самим ходом голосования, следить за дистанцией между людьми. По опыту прошлых голосований, сейчас как раз начинается еще одна волна голосующих – тех, кто голосует в последний час работы избирательных участков. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. И несмотря на строгость проведения голосования в городах, на селе по традиции нашлось место празднику. Правда, не все этот праздник разделили. Мария Микшута наблюдала, как проходил последний день голосования в Троицком районе. Мы находимся в Троицком районе. Сегодня здесь в такой веселой обстановке проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас мы пройдем внутрь и посмотрим, как проходит голосование. Музыка оглушает, а по факту – никого. Столько представителей избирательной комиссии наблюдателей в Доме культуры Боровлянки сходу пугают. Последний день сегодня людей уже мало, потому что большую часть охватили за предыдущую неделю. Ну, редко, кто бывает, что отказывается от голосования. В основном все приходят в обычном, нормальном настроении. Но с нами не обсуждают, по крайней мере, как они будут голосовать за или против. Как и в городе, сюда приходят в основном люди старшего возраста. И то те, кто не воспользовался мобильным пунктом голосования. Большая часть проголосовала вне помещения. Выезжали на дом. Члены комиссии принимали. Мы принимали здесь заявление, передавали им, и они выезжали лично к человеку. А когда к вам приходили на дом, вас не ознакомили с поправками, которые хотят внести? Нет. Просто отдали, я расписалась и галочку поставила. Все. Пока еще не сходила, может, вечером проголосую против. Я вот хочу такие поправки. Лес, вот именно лес. И загрязнили всю территорию грязью, бумагой, этими бутылками. Ну, вот это вот, за это можно голосовать. Ну, если бы в Конституцию уже выпустили, какое может быть голосование? Ну, книжка-то уже есть. Мы за что голосуем-то? За книжку, которую уже издали. А их соседка считает поправки в Конституции важными и нужными. Надежда Ивановна держит целое хозяйство – корова, куры, но всегда находит время для выборов. Говорит, это ее гражданский долг. Мы с мужем всегда принимаем голосование. Всегда ходим, всегда голосуем. Ну, как сказать-то, мы, можно сказать, власти своей верим, доверяем и ходим на все голосования. Ну, я сама медработник. Голосуем за права, чтобы медработники были. Вопрос выбора, который за эту неделю встал для всей страны, здесь тоже вызвал ажиотаж. В Боровлянке, где живет меньше тысячи человек, к середине проголосовало 70% жителей. Как будто выборы президента. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Первая тренировка по дворовому футболу прошла на спортивной площадке в сквере «Химиков». Ее построили меньше, чем за месяц. Сегодня специальная комиссия принимала объект. Ваня Колин – юный защитник. Занимается дворовым футболом 4 года. Все это время гонял мяч по полю с обычной травой. Говорит, искусственное нравится больше. Вообще на полях, где настоящая трава, там кочки. Здесь поле ровное. Да, падать не больно. Бить удобно. Бегать тоже очень легко. Быстро можно. Несмотря на превратности пандемии, площадку сдали точно в срок. Даже немного раньше. А ведь объект сложный. Поле – это многослойный пирог с дренажной системой. Больше 100 тонн песка, больше 200 тонн щебня. В итоге поле само отводит талые дождевые воды, оставаясь сухим. Сегодня на приемке объекта присутствовали все причастные к его строительству. Александр Прокопьев – один из тех, кто поддержал идею появления на потоке поля для мини-футбола. По убеждению депутата Государственной Думы, подобные спортивные площадки, к сожалению, есть не везде. Но они крайне необходимы. Особенно сейчас. Эта площадка от начала и до конца строилась во время пандемии коронавируса. И сегодня мы все, кто проектировал эту площадку, все, кто ее строил, финансировал, отметили для себя, что сейчас она стала еще актуальнее. Потому что, к сожалению, у многих из-за этой пандемии сорвались планы на лето, отпуска. И ребятишки проводят время в городе. Поэтому я думаю, что сегодня эта площадка будет по-настоящему востребована. Глядя на мальчишек, гоняющих мяч, не удержался от пенальти и глава Октябрьского района Вячеслав Новиков. Это символично. Теперь объект переходит на баланс города. Кстати, еще до открытия этого поля в администрацию района поступали предложения от взрослых команд, которые просили площадку арендовать для своих тренировок. Но позиция в этом вопросе и у заказчиков, и у властей города однозначная. Она будет эксплуатироваться именно под детей. Именно под бесплатно. Всей категории детей, в том числе стоящих на учете. Мы будем организовать тут соревнования дворовых команд. С микрорайона, допустим, Восточный, ВРЗ, Центр, Поток. У нас получился очень такой правильный, мощный проект. Уверен, что он будет являться центром притяжения жителей, я думаю, со всего города. В ближайшее время будет составлен график тренировок. Сейчас продолжают принимать заявки от дворовых тренеров. Добавим, что на искусственной траве смогут заниматься только организованные группы, ведь футбол – это коллективная игра. Но при этом платить за тренировки не нужно. Строительные работы на футбольном поле полностью завершены. Объект сегодня приняли. Но еще необходимо закончить благоустройство прилегающей территории. Торжественное же открытие ожидается в конце июля. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok